Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. А в итогах работы, проделанной за прошедшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопросы, которые сегодня будем обсуждать, доклад от образования по подготовке всех объектов школьных, дошкольных, новых объектов. В год семьи общими усилиями и трудом большой команды мы откроем пять школ и скоро примут своих воспитанников еще три детских сада. Со 2 сентября также распахнет свои двери один из долгожданных объектов этого года – школа-новостройка в Новокросково, которая вошла в состав успешной гимназии номер 56. Обширный спектр дошкольного и школьного образования продолжит принимать в свои ряды новые объекты и до конца 2024 года. Мы планируем открыть еще несколько детских садов. Просил на предыдущем совещании доложить о подходах, подъездах, пешеходных переходах, освещении, учебном всем нашим заведениям. Всего на уличной дорожной сети на территории городского округа Люберцы была запланирована переразметка на 82 объектах. Из них на муниципальной сети 71 объект и региональной 11. В настоящее время все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений приведены в нормативное состояние. Блок ЖКХ, докладчик Караваев Владимир Михайлович. Всего на данный момент в городском округе Люберцы подготовлено уже 2005 домов. Из 2198 подготовлено из 64 водонапорных станций 61, 25 водозаборных узлов подготовлено из 26, 49 кондиционно-насосных станций. Из 82 котельных уже подготовлено 79 котельных. Также в рамках подготовки к прохождению синий-зимнего периода ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на 2024 год запланировано отремонтировать 153 многоквартирных дома по таким видам работ, как ремонт фасадов, ремонт кровель, ремонт от моста к замене внутридомовых инженерных систем. Также реализуется план по ремонту подъездов многоквартирных домах. Всего у нас запланировано отремонтировать 129 подъездов, выполнены на данный момент уже 94 подъезда, в работе 35 подъездов находятся. 31 августа пройдет день города, проходить он будет на центральной площади, в разных районах. Афишу можно посмотреть, ознакомить с ней на сайтах администрации, она везде размещена, во всех телеграм-каналах. Официальная часть начнется в 16 часов, всех приглашаем, но основной акцент будет сделан на сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородских областей. Поэтому приглашаем всех.